здравствуйте уважаемые подписчики канала про цветок меня зовут ольга дуброва сегодня у нас тема какие кустарники выбрать для изгороди чтобы были дешевые и неприхотливые задача конечно но не подъемная потому что это очень объемная такая вот информация и конечно можно заплутать в этих дебрях информации в интернете разочароваться наделать ошибки вообще закинуть эту тему но моя цель сегодня все-таки научить вас решать такие задачи с тем чтобы вы могли потом сами воспользовавшись моим опытом моими наблюдениями отталкиваться и с успехом их решать чего-нибудь короче данного родимы сегодня итак сначала преддверии списка я хочу вас опросить сделать такой вопрос вы должны ответить на такие вопросы зачем вам нужна эта изгородь возможно это для кого-то красивый способ ограничить свое личное пространство возможно кому-то требуется для сада красивые новые формы и фактуры которые привнесут какую-то живость ваш пейзаж кому-то может быть понадобится фон как правило зеленый или какой-то другой монотонный фон это замечательная выигрышная картина для других красиво цветущих либо многолетников любых кустарников и даже для помидор кому-то может быть надо создать просто локальное замкнутое пространство для себя любимого либо для компании как говорил один из героев булгакова для компании лихих друзей разбитых подруг может у кого-то такие и есть истории затем возможно надо зимой требуется вот зимой чтобы снова же играли цвета играли формы за счет окраски побегов структуры побегов потому что каждые кустарники ветвятся по особенному и некоторые ветвятся очень искусно и декоративно остаются плоды вот такая вот история для зимнего скучного холодного периода не забывайте о том что такая эко тема это когда защита от ветров защита от холода защита от шума и даже пыли конечно же огромная листовая масса она задерживает все эти перечисленные моменты но и снова же хорошей сформированной изгороди поселятся птички которые будут оберегать ваш сад от различных вредителей это очень эффективный и очень полезный способ и снова же совершенно не затратный если вы ответили хотя бы на один вопрос для себя зачем значит слушаем дальше к тому же в конце будет много чего интересного про изгородь и после этого это такая вот задача вернее один из моментов теперь он нам известен для кого-то был может быть неизвестен переходим к следующему моменту вы должны учесть следующие выйти на участок либо взять план либо взять план и выйти снова же на участок для чего для для того чтобы определиться какую часть вашей территории вы готовы пожертвовать для изгороди потому что все таки это объемная фактура после того как вы определились сколько вы определились с общей задачей зачем нам это надо надо помнить про темпы роста потому что есть медленно растущие когда прирост 10-20 сантиметров в год а есть очень быстро растущие ну и средние там и быстро и очень быстро растущие у которых прирост может быть метр и больше уже в этом сезоне и наблюдала у берючины метровые приросты так все было хорошо в этом сезоне дальше следующий момент высоту во взрослом состоянии некоторые растения компактные это их высота природная высота будет допустим полтора метра метр двадцать а есть высокорослые и если вы вдруг захотите их не стричь а запустить в свободном плавание то эта высота может достигать и шести и восьми и даже десяти метров во взрослом состоянии помним все это теперь помним о том что какова листва как она себя ведет а еще могут быть вечно зеленые могут быть листопадные может быть хвойные наличие аромата может кому-то надо чтобы были красивые плоды а может они будут вкусные а может и красивые и вкусные потом насколько они устойчивы к загрязнению какая у них естественная защита которая будет помогать вам у кого-то это многочисленные плотные с укороченными междоузлиями побеги а у кого-то там могут быть шипы которые будут защищать от кого-нибудь непрошенные гостей или животных в течение всего сезона а про почвы не забыли до почвы и если вот грубо говорить они же могут быть песчаные суглинистые они могут быть снова же грубо говоря сухие влажные учли но при этом недорого а а климатические условия еще мы упустили и и вот а климатические условия зачем это потому что ну что-то теплолюбивое какой-то определенной более северной зоне оно не сформирует вам хорошую полноценную изгородь либо сформирует а потом в одну прекрасную зиму она просто погибнет а в каких-то более южных теплых регионах замечательно будет себя чувствовать так все это мы вот запомнили голове держим ну и теперь приступаем непосредственно к ассортименту начнем конечно с хвойных потому что хвойные зимой и летом одним цветом плотно стрижется самая конечно распространенная и самая надежная и совершенно бюджетная это туя западная растение высокорослое стрижем как хотим кипарисовик лавсона следующее растение приросты у него вполне себе умеренные 20 ну 10-20 см в год и если высаживать то хватит 2-3 растения на погонный метр это я говорю для молодых саженцев потому что конечно хочется кому-то сразу чтобы была изгородь такая вот готовая но лучше все таки начинать с молодых растений и формировать их самому ежегодно не забывая про обрезку и тогда она будет более правильно более грамотный такой подход и к тому же маленькие растения двухлетние или трехлетние они гораздо лучше приживаются чем большие кусты а нам же надо бюджетная изгородь тис конечно тис ну кто то скажет не такой уж и бюджетный ну а я скажу что вполне себе можно даже и семян нарастить и если покупать маленькими саженцами то растение ну оно просто идеальное для изгороди и для наших условий оно подходит и вообще у него широкий диапазон наверное от четвертой зоны до восьмой зоны и везде ай тис приросты у него тоже вполне себе активные 10-20 сантиметров в год ну и также 3-4 метра на погу растение на погонный метр высаживаем можно ну это ладно это потом сколько и что можно и высота сформированной изгороди может составлять как полтора метра так и 4 метра можжевельник ну можжевельники вы когда будете пролистывать каталоги либо заходить в интернет то вы обращаете внимание что это конечно можжевельник не казацкий а те которые растут вверх которые пирамидальные прямостоячие хотя и казацкий можжевельник если у вас подпорная стенка то он вполне себе создаст красивую фактуру хотя он хорош когда он растет свободно красивые такие лапы в разные стороны но это как говорится на вкус и цвет ель это уж совершенно бюджетное растение я вспоминаю детство и юность когда по всем регионам Беларуси куда бы ты ни поехал вдоль полей были стриженные изгороди защитные из ели именно они были плотные они были надежные ну и выполняли свою функцию которая была доказана научно замечательно поэтому можно и ель обыкновенную быстро растущие лиственные и неприхотливые при этом конечно бирючина хороша во все поры и может расти практически на любой почве переносит замечательно морозы переносит замечательно стрижку так замечательно что даже стричь ее надо два раза в год очень уж быстро она нарастает конечно можно брать любые следующие следующая группа это шиповники какие вот вам придут на ум шиповники такие и выбирайте для изгороди там уже будет играть роль свою в зимний период колючки да не только в зимний период колючки ну и допустим из розы ругоза изгородь будет хороша всегда и несмотря на стрижку все равно будут находиться в плотной стриженной массе моменты когда там будут цветы а затем и плоды которые будут сохраняться до самой поздней припоздней осени и даже до первых заморозков если их не скушают птицы или вы не соберете себе на зимний чай витаминный барбарис большая тоже группа растений и это уже не только обыкновенный барбарис который мне когда-то надоел я была вынуждена его конечно же не выкинуть а не умею выкидывать растения отсадила его за забор ну и до сих пор в самшитовой изгороди у меня нет нет выстреливает барбарис который там рос наверное уже лет 15 назад и до сих пор такая жизнестойкость что он выскакивает показывает свой петушок прирост активно у барбарисов и изгородь вы можете формировать любой высоты хоть полтора хоть два метра в зависимости от сортов которые вы выберете но выбирая самые простые самые дешевые эта изгородь может составлять и полтора и два метра конечно же куда мы без форзиции замечательное растение дешевое которое много где применяется в озеленении широко в городском озеленении может быть как в свободном полете тогда помните о том что это все-таки растение сильного роста и побеги могут достигать два-три метра если их не ограничивать можно делать изгороди из форзиции полуформированные формированные и если вы будете ежегодно правильно подстригать то все равно среди массы стриженных ветвей найдутся те которые будут радовать вас цветением но если вы запустите и только спустя года три-четыре вспомните о том что о мне же надо стричь изгороди с форзиции вон там уже дикие ветки пошли то тогда конечно год цветения у вас абсолютно выпадет потому что вы обрежете все цветущие побеги форзиция растения неубиваемое подходит для всех практически почвы устойчиво к городской загазованной среде ну современные каталоги предлагают и низкорослые птичка пришла воду пить низкорослые сорта например мини-голд у которого высота во взрослом состоянии достигает всего лишь полтора метра ну пузыреплодник красавец стрижется растет растение которое дает многочисленные побеги это пузыреплодник калинолистный потому что листик похож на лист калины высота пузыреплодника во взрослом состоянии порядка трех метров поэтому ежегодный контроль если вы решили стричь ежегодная стрижка достаточно одного раза но можно и два раза подстричь если вы считаете что что-то где-то выстреливает у вас не в ту сторону или вас раздражают какие-то ветки все бывает крайне неприхотливый устойчив устойчив к болезням вредителям устойчив к морозам любые морозы переносит как вы видите что окраска может быть совершенно разной это могут быть и светло-зеленые и золотисто-желтые и просто чисто-желтые и такие вот насыщенно пурпурные различных окрасок соответственно и цветочки будут тоже различные окраски затем формируются они вот в эту пору уже к середине июня сформируются зонтикоподобные такие плодики которые очень долго сохраняются и в зависимости от сорта бывают различные абсолютно окраски которые также украшают изгородь если они остаются вот например как здесь остался вот такого окраса можно сделать моноизгородь а можно сделать из нескольких сортов разной окраски листвы и получится очень живенько и весело сорта которые может вы даже подсмотрите в магазине процветка они могут иметь такие названия как диабло это значит он будет какой-то такой насыщенность темной листвой лютеус желтая листва дартс голд золотистая листва так что обращайте внимание и выбирайте на свой вкус конечно же это спирея спирея это тоже огромное количество сортов и много различных видов разной силы роста значит они будут спирея замечательно подвергается стрижке и если даже вы не будете стричь то и будете формировать такую природную изгородь то это тоже будет очень красиво и хочу тоже отметить сейчас что не обязательно делать такие вот ровные прямоугольные стриженные формы изгорать может быть любой формы ее можно сделать волной можно сделать из различных пород но это я позже скажу подзабытые растения но мне они очень нравятся и нравились всегда от них отказались по разным причинам допустим вишня войлочная совершенно неприхотливое растение которое десятилетиями растет на одном месте и единственная беда у нее сами знаете что поражается как и другие вишни и сливы маниелозом а следующее растение которое тоже замечательно будет выполнять свою роль и от которого почему-то отошли может считают его сильно таким простецким и напрасно это терн это та же слива это та же вишня родовое название прунус прунус спиноза слива колючая в Ирландии считается что в ветвях терна живут феи и там они проводят свои вечера и ночи замечательно стрижется и снова же вкусные плоды которые можно использовать на свое усмотрение почему бы и нет следующее растение это самшит некоторые считают что она не подходит для наших условиях потому что ненадежная обмерзает ну в зависимости от места в котором вы его посадите потому что иногда даже в условиях Беларуси самшит ведет себя замечательно в том числе и у меня он великолепно себя чувствует правда был какой-то один год когда что-то с ним произошло может быть произошло вымерзание и вымокание и я была уже в отчаянии попросила своего брата чтобы он что-то с ним сделал выкорчевал в принципе сама я не могла на это руку поднять а он сказал нет ни в коем случае сделал кардинальную стрижку и через три года моя изгородь снова стала зелененькой густой плотной и красивой на которую можно в принципе и положить что-нибудь чтобы полежало например секатор самшит иногда грешит тем что на него нападает огневка особенно в последние годы но я думаю с этим мы сможем побороться с помощью я расскажу чего теперь те растения которые я говорила выше о том что были в теплых регионах они конечно будут чувствовать себя замечательно и будут из них красивые изгороди это такие растения как фатиния фразера может быть кто-то об этом еще и не слышал иногда она можно выращивать ее и в беларуси но с укрытием но я же вещаю не только для центра беларуси для более теплых регионов фатиния фразера уникальное растение когда на нее смотришь то это просто ну какой-то взрыв фонтан просто и старые побеги у нее листья темно окрашенные зеленые насыщенные такой окраски а молодые побеги все ярко бордово-красного цвета и если ее не подстригать то смотрится она просто великолепно ну а если подстригать тоже смотрится очень весело и игриво разные огоньки выскакивают там-сям потому что в разные места попадают молодые побеги которые и задают эти огоньки для уж очень теплых регионов напомню про такое классное растение как лавр это снова же та же вишня лавровишня тот же род и вспоминаю про Крым когда вот этот запах стриженная изгородь из лавра и ты собираешь эти листики для того чтобы их привезти домой и потом варить всякие супы и блюда а на них щитовка оттираешь их мочалочкой ну и потом высушиваешь короче стрижется классно аромат великолепный и очень хорошо озонирует воздух гибискус гибискус в наших условиях ненадежен центр Белоруссии но если поюжнее то да и тоже замечательные изгороди которые будут в то же время в сезон цветущими ну можно еще сюда порекомендовать падуб илекс но он очень медленно растущий это набраться терпения но тоже листва очень красивые к тому же он вечно зеленый и лавр вечно зеленый тоже немаловажно и подхожу к тому что уже совсем будут бюджетные изгороди если вы посмотрите походите по окрестностям это не значит что я подбиваю кого-то на какие-то противоправные действия но для того чтобы создать смешанную изгородь можно не только приобретать растения которые нам предлагают садовые центры и в том числе и магазин процветок и хочу вам напомнить что кроме магазина который открылся в этом сезоне по улице Кирова открылся еще один магазин в районе Комаровки так что заходите туда и вы увидите много интересного так вот походя по окрестностям мы можем увидеть лещину боярышник шиповник калину и не будет большой беды если вы откопаете поросли которая всегда многочисленная у этих кустарников и создать такую смешанную изгородь совершенно задаром можно также использовать чубушники в смешанных изгородях можно взять желто окрашенное листво зеленое темно окрашенное листво лещину с пурпурной желтой листвой дерен замечательно себе к тому же дерен имеет красиво окрашенные побеги и будет зимой тоже создавать красивый очень фон ну и сюда же можно пузырь плодники в такой смешанной изгороди все будет выполнять свою роль ну и уж совсем уж если дальше так глубже копануть витаминная изгородь витаминная изгородь сюда пойдет снова же шиповник арония которая хорошо стрижется и дает многочисленные побеги облепиха колючки у нее помните есть и смородина не обязательно брать смородину которую мы кушаем потому что урожая будет мало не надо надеяться а вот если взять смородину золотистую которая очень кустистая и дает многочисленные побеги то это получится вот такая замечательная живая изгородь ну мне кажется вот достаточно я наговорила про бюджетные и надежные растения и знаете что у меня сейчас такая мысль посетила слушала я как-то есть такая нейролог лингва нейролог которая занимается проблемами мозга Татьяна Черниговская очень интересная женщина и она академик российской академии наук и читает лекции вот слушая как-то лекцию и будучи в загранкомандировке она попадает случайно на очень хороший балет и как специалист нейролог она оценивает работу балерины и говорит это же не это просто ну некрасивые длинноногие балерины дурочки это же какая у них там работа нейронов происходит в голове они контролируют свои движения движения партнеров они просто нарушают законы земного тяготения они зависают парят в воздухе а я вот подумала что даже создавая живую изгородь мы сколько всего должны учесть и зачем и помнить о разных моментах и выбрать растения и подобрать участок а потом еще стричь а потом еще и все и все и все и думаю Татьяна Владимировна обратите внимание на садоводов ну вот пока она до нас не добралась я хочу сказать что мы такие молодцы у нас не просто мозги и нейроны у нас ого какие у нас просто там мега мозг ну оставим это шутки на потом и сейчас еще хочу отметить такой момент что когда мы рассказываем о каких-то посадках по крайней мере я говорю о том что ни в коем случае нельзя загущать посадки все должно быть проветриваемо дышать и это будет здоровье для растений там не будет переувлажнения там не будет застоя воздуха и естественно там не будут поселяться болезни и вредители тут ситуация какова все у нас очень плотно и с каждым годом все плотнее а как же нам поступать в таком случае ну и тут конечно я хочу вам напомнить о том что есть препараты которые защитят ваши растения от болезней и вредителей можно взять уже знакомые вам уже проверенные временем препараты линейки профит например вот мне нравится защита комплексной металлизиум баверия но к своему удивлению я обнаружила что процветок выпускает новую линейку которая называется там большая линейка там растим овощи растим цветы еще что-то растим плоды и растим сад что она из себя представляет во-первых это такая комплексная здесь вот жидкость которая включает в себя специально подобранный комплекс ризосферных грибов и бактерий гуминовые фульвовые кислоты аминокислоты макро и микроэлементы и содержит она в своем составе набор не только такую смесь не только грибов но и также бактерии которые поселяются заселяют микоризу все наши растения которые мы сажаем мы их привлекаем откуда-то в несвойственную им в принципе среду потому что где родина там этого гибиску гибискуса а у нас тут свой биогеоциноз и поэтому вот та микориза которая присутствует в почве это еще ого какой мир если туда нам заглянуть если пойти в лес и представить гектар леса то там просто тонна будет на гектар леса вот этой микоризы и обрабатывая я думаю что один раз в три года мы задаем такой полноценный задел для того чтобы вот эти все грибы и бактерии работали и помогали корневой системе во первых быть здоровыми растениям а во вторых для того чтобы образовывались вот эти симбиотические связи и после этого растения будут полноценно расти и естественно будут здоровыми потому что они будут с помощью микоризы извлекать из почвы все полезные вещества что иногда в непонятных условиях климатических и почвенных для растений становится практически недоступным поэтому обратите внимание на такой препарат расход его очень экономичным потому что вот упаковочка 200 миллилитров разбавляем 1 к 100 то есть на 10 литров воды мы должны взять 100 миллилитров и при этом под одно растение мы берем всего лишь 250 миллилитров я считаю что это очень выгодная покупка потому что задел мы делаем на многие годы это микориза затем является многолетней обращаем внимание ну вот теперь уж точно все подписывайтесь на наш канал ставьте лайки до новых встреч и в следующем